Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Первую строчку турнирной таблицы из 140 заняла 17-летняя Ольга Кучерук из Тольятти. Это лучший результат сборной Самарской губернии на 5 километрах. В спринте Ольга финишировала 13-й, в финал 30-ти сильнейших попала и Ирина Бережная. Спортсменка показала 22-е время. Мужчины спринт провалили, Игорь Усачев занял только 46-е место ради Газиев 67-е. Хоккейный клуб ЦСК ВВС в одном шаге от катастрофы. Еще несколько неудачных матчей летчики упадут на дно турнирной таблицы, пока их преследует серия поражений высшей хоккейной лиги. На этот раз они проиграли лидеру национального чемпионата Саранской Мордовии дважды с футбольным счетом, причем не забив ни одной шайбы. Результат в первом матче 0-1, во втором 0-2. Следующие встречи намечены 4 и 5 декабря в Самаре против аутсайдера высшей хоккейной лиги юниора Спутника из Нижнего Тагила. ЦСК ВВС занимает пока 5-е место из 9-ти. Золотую шайбу в Самарской области разыграют зимой 78 команд в трех возрастных группах от 9 до 14 лет. Планируется, что кроме мальчишек отдельный турнир пройдет и среди девчонок. Чемпионы губернии поедут на финал по Волжье. А чтобы соревнования проходили на высоком уровне, организаторы в межсезонье провели специальные сборы для судей и тренеров. Построили в регионе первый открытый ледовый каток. Он может работать в любое время года. В сентябре такая площадка появилась в Мариевке, Пестравский район. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.